Всего недели остается до начала летних каникул. Во всех культурно-досуговых учреждениях города подготовлены насыщенные летние программы для детей. В клубах по месту жительства будут работать спортивные секции. А вот во всех школах Абакана и в Центре детского творчества откроются летние пришкольные лагеря. Планируется, что отдохнут там более четырех тысяч детей. Ученики младших классов, из них почти одна тысяча, бесплатно. С бесплатными путевками будут охвачены 975 школьников. Нас радует, что эта цифра также больше, чем в прошлом летом. Бесплатные путевки предоставляются детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Прошлый год относительно спокойно прошел у нас летний отдых. Ну, конечно же, опять безопасность на воде, на водоемах, безопасность в городе. Практически все предоставляет сейчас угрозу для маленького ребенка. И самое важное, что мы еще раз хотим напомнить родителям, что в летний период особое внимание должны уделять родители тому, как проводят время дети, где они находятся, и повторять с ними правила безопасности. По традиции, подростки смогут заработать летом карманы и деньги в трудовых отрядах. Им необходимо будет убираться на участках, делать ремонт в школах и в различных организациях. А в начале июня ребят ждут в загородных лагерях «Меридианы-Звездны». В этом году смены завершатся к середине августа. Планируется, что за городом на свежем воздухе отдохнут более одной тысячи детей. Из них 130 находящихся в трудной жизненной ситуации. Традиционно там будут смены с партнерами. Это полюбившаяся в прошлом году смена театральной направленности. Естественно, это будут спортсмены, которые из наших спортивных школ ездят уже своими коллективами в лагерь. У нас подготовлены вожатые. Это будет интересный досуг, это будет активный отдых и очень много интересных программ. Мы их каждый год обновляем и стараемся удивить ребят. С целью недопущения формирования очагов вирусных кишечных инфекций, а такие очаги у нас в республике имеют место быть, в городе я пока не пока спокойно. Необходимо организовать обследование уже за три календарных дня до начала работы лагеря работников пищеблоков и лиц, занятых в раздаче пищи. До начала здоровительного сезона остается совсем немного времени. Сейчас в загородных лагерях ведутся подготовительные работы по противопожарной безопасности, дезинфекция участков и многое другое. В общем, педагоги уже с нетерпением ждут встречи со своими воспитанниками. Кто еще не приобрел путевки для своих детей, места пока есть, отмечают специалисты городского управления образования. Надежда Савельева, Александр Кожевников. Новости.